Это не городской полигон бытовых отходов и не стихийная свалка. Это 7 гектаров земель лесного фонда, отданных в 2002 году в долгосрочную аренду и используемых для торговли машинами. Вот здесь все, например, крытые павильоны. Вот здесь перед автостоянкой. На схеме, представленной ныне покойным арендатором, эти земли должны быть заняты торговыми рядами с фруктами и овощами, гостиницей, автостоянкой и прочими, тоже не совсем уместными для земель лесного фонда объектами. Природоохранники объясняют, разрешение на аренду с размещением торговых рядов и всего остального давали не в Шимкенте, а в столице. В доказательство демонстрируют документ из Комитета лесного и охотничьего хозяйства, подписанный 10 октября 2002 года, исполняющим обязанности председателя комитета Аманбаевым. Возможно, в действующем тогда лесном кодексе такое использование земель допускалось, говорят специалисты. Сейчас нет. Согласно существующих положениях, представление территории лесного фонда для других пользователей допускается только для культурно-оздоровительных, рекреационных, спортивных селей. То есть, прямо использовано полезных свойств леса, как зона отдыха, как зеленая зона. А вот по нынешним действующим законодательствам представление земель в аренду для коммерческих селей, например, в этой торговой площадке все эти коммерческие сели, не допускаются. Попытки досрочно расторгнуть договор аренды и вернуть земли в лесной фонд несколько лет назад уже предпринимались. Но не руководством Бадамского лесхоза, в состав которого они входят, а местной прокуратурой. Тогда прокурорам рекомендовали в качестве истца представить лесничество. Однако на том дело и остановилось. Почему так долго эта земля была в таком состоянии? Почему раньше как-то не шевелились, ничего не делалось? Почему раньше как-то не шевелились, но не шевелились, но не шевелились, ничего не делалось. Никто из наследников не заинтересован в том, чтобы этот участок оставался в таком неприглядном виде, утверждает представитель семьи арендатора. Можно сказать, что на сегодняшний день арест данного всего имущества, погибшего, умершего, он незаконный. А так, если бы после принятия наследства, после шести месяцев, все наследники приняли бы наследство, и кто знает, на сегодняшний день, может быть, здесь и любовался оздоровительный комплекс, может быть, здесь и любовался аквапарк. Оставить землю наследником арендатора или вернуть ее раньше срока Бадамскому лесхозу решит суд. Заседание назначено на 24 сентября.